Мы продолжаем информационный вечер на телеканале Первый мы Тищенский. Меня зовут Алсу Калимулина. Здравствуйте. Сегодня гость нашей студии, заместитель главного врача Матищенской городской клинической больницы Максим Андреевич Максимов. Добрый вечер, Максим Андреевич. И говорить мы сегодня будем, насколько важно прикрепиться к своему медицинскому учреждению. Правильно я поставила вопрос, Максим Андреевич? Вопрос абсолютно правильный. Прикрепление к медицинскому учреждению, которое оказывает клиническую помощь, вообще вопрос один из первых, который должен возникать перед человеком, который приезжает или живет в регионе. Мы знаем, что наш городской округ Матищи расширяется, строятся новые дома, вводятся новые площади в эксплуатацию. И каждая новая застройка, естественно, получает с собой детский сад, школу. И люди, которые сюда приезжают, в том числе из других регионов, и помимо всех тех приятных хлопот, связанных с заселением на новую жилплощадь, с ремонтом, должны подумать, прежде всего, о своем здоровье, в том числе. Почему это нужно сделать? Каждый человек в России, каждый гражданин Российской Федерации имеет право на оказание медицинской помощи. Прежде всего, это экстренная помощь, которая должна оказаться вообще где угодно, с каким угодно набором документов. И даже без документов люди могут ее получить в какой угодно клинике. Но это вопрос экстренной помощи, мы сейчас его не берем, потому что она оказывается всем. А плановая медицинская помощь – это та медицинская помощь, которую мы все привыкли получать в наших поликлиниках и больницах. То есть по полису ОМС? Да, по тому самому полису, который есть практически у каждого нашего гражданина. У некоторых иностранных граждан, имеющих вид на жительство, этот полис есть. И по нему действительно может быть оказана плановая медицинская помощь с помощью на территории всей Российской Федерации. Но есть определенный нюанс. А как мы знаем, что уже достаточно давно поликлиники работают по принципу подушевого финансирования. То есть для того, чтобы наши поликлиники получали за свои услуги компенсацию в виде средств Фонда обязательного медицинского страхования, недостаточно просто иметь полис ОМС. Необходимо обеспечить прикрепление к поликлинике. Давайте поясним. То есть на следующий год закладывается какой-то бюджет в поликлинике. И чем меньше народ, тем меньше бюджет. Правильно я понимаю? Все правильно. То есть мы постоянно расширяемся. Наш городской обрук постоянно расширяется, вводятся новые дома. Мы об этом уже говорили. Но при этом зачастую многие граждане, которые переезжают из Москвы в частности, дети, взрослые покупают квартиры, съезжают от родителей, они продолжают быть прикреплены к теми поликлиниками, которые находятся у них на родине. С какими проблемами они могут столкнуться? Естественно, при вызове врача на дом, при том случае, если человек заболел, к нему придет доктор, к нему приедет скорая помощь, ему назначено необходимое лечение. В случае новой коронавирусной инфекции, естественно, ему будут выданы бесплатные лекарственные препараты. Но дальнейшее оказание медицинской помощи, если человек примет решение не прикрепляться к нашей поликлинике, ему нужно будет осуществлять по месту прикрепления. То есть когда ему станет легче, когда его состояние позволит ему уже выходить из дома, он должен будет поехать в свою поликлинику и там закрыть больничный лекар. Послушайте, это же Максим Андреевич, это же сразу лишние волокиты для человека, в том числе и для медиков. То есть медик должен передать информацию в ту поликлинику, где прикреплен человек. То есть возникают сложности, ну скажем так, у всех объектов этого сложного процесса. Сложности абсолютно у всех. То есть, во-первых, медик должен человеку донести информацию о том, что человек не прикреплен и не может быть здесь планово осмотрено. Естественно, у пациента в этом случае сразу же возникает волна негатива. Как так? Я гражданин Российской Федерации, у меня есть полис обязательного медицинского страхования, я имею право получать помощь на всей территории России. Действительно, человек имеет право. Но если речь идет о плановой помощи, то есть о каких-то обследованиях, о каких-то диспансеризации в частности, об углубленной диспансеризации, то здесь уже необходимо прикрепиться. Но тем не менее, получается порочный круг. То есть люди не хотят прикрепляться к нам, хотят продолжать пользоваться услугами медицинской организации. И постепенно все это приводит к тому, что те, кто прикрепились, не получают важную и нужную медицинскую помощь. И качество, и все, падает у всех. А вот скажите, Максим Андреевич, какую-то аналитику проводили, вот последняя перепись населения показала, что в Мытищах примерно 270 тысяч, 280 тысяч человек проживают. А сколько неприкрепленного населения? Есть такие цифры? У нас аналитика наша внутренняя проводится по двум медицинским информационным системам. Первая — это система ЕМИАС, то есть которая включает в себя медицинские карты всех людей, которые, в принципе, здесь получали помощь. Их у нас около 300 тысяч. И есть фонд, который показывает нам цифру 250. То есть дельта на уровне 50-70 тысяч человек, которые с не очень понятным статусом, она, к сожалению, присутствует. То есть 50 тысяч — это огромная цифра, на самом деле. Огромная. Мы сейчас занялись этой работой и проводим просто выборочный анализ тех людей, которые записаны на прием к тем специалистам, которые не могут быть экстренными, которые принимают пациентов, которые уже к нам прикреплены. Например, онкологи. То есть к онкологу человек в большинстве случаев это прикрепленный пациент, который наблюдается и находится на диспансерном наблюдении, либо у которого выявлено какое-то подозрение на заболевание. То есть среди них мы встречали людей, которые прикреплены к соседним городским округам. Это Лобня, Пушкина, Сергеев, Посад, Малашиха и так далее. Выборочно я в том числе лично звонил этим гражданам. Они говорили, что да, когда-то мы туда разово обращались, но мы здесь, мы ваши и никогда не отказываюсь от ваших услуг. То есть, естественно, многие люди зачастую не знают о том, что они по каким-то причинам оказались от нас откреплены, потому что объединялись учреждения, сливались базы, накапливались какие-то ошибки. Ну, человеческий фактор тоже нельзя отменить. И в связи с этим мы приняли решение на уровне больницы немножко активизировать эту работу и провести выверку наших прикрепленных граждан. Поэтому если кому-то поступит в ближайшее время звонок из поликлиники с просьбой прийти и прикрепиться, мы просим не удивляться, не думать, что это какие-то мошенники. Естественно, не делать ничего по телефону, а пользоваться для этого только двумя официально утвержденными каналами. То есть первое – это прикрепиться через госуслуги. То есть так тоже можно, да? Не обязательно посещать поликлинику. Либо второй вариант – он более надежный, он более… Проверенный. Проверенный – это прийти лично с документами к регистратору, который при вас внесет ваши персональные данные. Хотя, естественно, госуслуги тоже абсолютно надежный вариант. Вот. И, естественно, просьба ко всем, пользуясь случая гражданам, прикрепление – это услуга бесплатная и никаких платных услуг с этим не связано, никаких денег за это никому платить не надо. Если кто-то вам позвонит и скажет, что нужно подтвердить прикрепление и заплатить деньги, на какой-то счет можете смело класть трубку и обращаться в полицию. Мы работаем за счет средств ОМС, мы прикрепляем людей абсолютно бесплатно, и мы призываем, чтобы люди это делали, подтверждали свой выбор медицинской организации и страховой компании, которая тоже должна относиться к тому региону, где человек проживает и застрахован. Ну а вот это взаимодействие со страховыми компаниями, оно существует? Ведь они тоже заинтересованы в том, чтобы прикреплялось как можно больше людей. Не вставляют ли они вам палки в колеса? Нет, абсолютно не вставляют. Страховых компаний интересно, во-первых, увеличить количество застрахованных лиц, а во-вторых, чтобы эти граждане прикреплялись по региону. То есть есть в законодательстве такой пункт, который говорит о том, что человек при перемене прикрепления должен уведомить страховую компанию. То есть мы можем оказывать медицинскую помощь, естественно, тем, кто имеет полис, выданный ему в Москве или где-то там во Владимире еще, но тем не менее просим и рекомендуем, если вы прикрепляетесь к учреждению Московской области, полиса также зафиксировать их в местной страховой компании. Благо офисов достаточно много, страховую компанию можно выбрать вообще абсолютно любую. Вся информация о тех страховых компаниях, которые представлены на территории Московской области, на сайте территориального фонда есть. Можно ознакомиться, увидеть актуальность, увидеть состояние, как они работают, насколько они устойчивы и сделать выбор. Выбор можно делать как страховой организации, так и поликлинике раз в год. Вот, кстати, да, опережает мой вопрос. Да, раз в год мы можем выбрать, но есть исключение, если человек по каким-то причинам поменял место жительства. То есть если мы приехали в Мойтеще через три месяца, мы вынуждены по каким-то причинам там работу поменяли или еще что-то переехать там в Смоленскую область, никто не запрещает вам в этом случае поменять прикрепление чаще, чем раз в год. Максим Андреевич, вот смотрите, сейчас у нас открылась первая поликлиника долгожданная, да, мы знаем, что там хорошее оборудование, специализированная оказывается, помощь, специалисты. Я отношусь, например, к другой, к третьей поликлинике, но очень хочу попасть в первую. Имею ли я право как пациент открепиться от третьей поликлиники и пойти в первую, хотя ничего против врачей и медиков третьей поликлиники не имею. Ну вот так мне хочется. Это я просто привела пример. Ну, во-первых, прикрепляетесь вы не к третьей поликлинике, прикрепляетесь вы к Матичинской городской клинической больнице. То есть у нас единое поликлиническое лицо. У нас единое юридическое лицо. То есть если вы прикрепились к нашей больнице, это может быть Пирогова, Сухарева, Воровского, Силикатная. Кстати, я вот об этом не знала, я думаю, что наши телезрители тоже. То есть если прикрепляешься к МГКБ, в принципе, ты можешь получать медицинскую помощь и во второй поликлинике, и в Пироговской, и на Силикатной. Да, есть специалисты нескольких уровней. Естественно, все начинается от печки, от участкового врача. Участковый врач у нас всегда находится в той поликлинике, которая по территории. То есть если вы живете на территории обслуживания третьей поликлиники, то по всем канонам и по всем приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации, которые утверждены еще многие до нашего рождения и до сих пор действуют, вы должны получать медицинскую помощь по месту прикрепления, то есть по участковому принципу. То есть если силикатная, значит силикатная. С другой стороны, в соответствии с произошедшими последние годы изменениями, связаны с улучшением доступности, расширением юрлиц именно до больших амбулаторных центров на базе всего городского округа или как в Москве, допустим, амбулаторный центр на 200-300 тысяч населения. То есть никто не мешает вам, живя на силикатной, записаться к неврологу или к лору Новоровского или еще куда-то. То есть ЕМИАС предполагает под собой возможность записи к специалистам по всему амбулаторному центру. Но нужно направление от участкового терапевта или педиатра. Если специалист второго уровня, то есть если это специалист, которому недоступна запись по инфомату, такая категория есть. Допустим, кардиологи, неврологи, какие-то узкие специалисты типа нефрологов или гастроэнтерологов, к ним запись осуществляется через участкового врача. Естественно, участковый врач на основании пожеланий пациента, если есть выбор специалистов, может либо направить к кому-то конкретному записав, либо открыть электронное направление, чтобы вы сами смогли записаться к любому выбранному. Если речь идет о специалистам, которым и доступна самозапись, допустим, это лор, хирург, уролог, то здесь вы перед информатом вольны выбрать любого специалиста где угодно. Максим Андреевич, к сожалению, время нашей программы ограничено, у нас всего 15 минут, но у вас есть возможность сейчас еще раз обратиться к нашим жителям. Уважаемые зрители, необходимо прикрепляться к поликлиникам, во-первых, для того, чтобы иметь возможность получать все виды помощи, которые имеются в арсенале нашей больницы, поликлинических отделений, во-вторых, для того, чтобы наша больница имела возможность получать финансовые средства для оказания вам этой медицинской помощи, ну и, в-третьих, для того, чтобы обеспечить нам выверку населения, мы призываем вас к тому, чтобы потратить немножко времени и подтвердить свое прикрепление к поликлинике, либо через госуслуги, либо очно придя к медицинскому регистратору на медицинском посту. Спасибо большое. Ну, я думаю, Максим Андреевич, что мы с вами обязательно еще встретимся перед Новым годом. Вы расскажете, как будут работать поликлиники в новогодние праздники и что делать, чтобы не заболеть и не провести все праздники длинные на больничной койке или в постели. Ну, а мы с вами не прощаемся. Смотрите Первый Матичинский. Берегите друг друга. Продолжение следует...